Святый Божий Здравствуйте! В эфире передача «Православный календарь». У православных жителей Альметьевска множество вопросов по теме веры, духовности, нравственности и просто жизненных вопросов, ответы на которые им не удалось найти. В наших выпусках мы постараемся дать ответы на все эти вопросы и начнем прямо сегодня. А также в сегодняшней передаче мы познакомимся с православными верующими Альметьевского района, а еще узнаем о больших переменах в жизни жителей села Тихона в Альметьевском районе. Ведь долгие годы пустовавшее и заброшенное здание обрело вторую жизнь. В помещении будет открыта воскресная школа. Обо всем этом сразу после рассказа о ближайшей значимой дате церковного календаря. 27 сентября церковь празднует всемирное воздвижение Чеснава и Животворящего Креста Господни. Таково полное название праздника, который обычно коротко называют воздвижением. Велико значение этого праздника. Он относится к 12 главным церковным датам. Этот день имеет особое место в истории русского государства. С того, как в Византийской империи стал править император Константин, святой равноапостольный, он своим указом определил, что православие является государственной религией. И вот его мать, святая царица Елена, в это время отправляется в город Иерусалим, для того, чтобы там найти все святыни, связанные с жизнью Господа нашего Иисуса Христа. Но прошло уже более 200 лет, и, конечно же, многие святыни сохранились. О многих святынях сохранилась и память у последователей христиан в Иерусалиме. Но никак долго не могли найти крест Христов. Но по прошествии времени нашли старого иудея, который признался в том, что он знает от своих предков, где находится крест Господень. Он указал это место близ горы Голгофы. Близ этого места этот иудей показал место, засыпанное различным хламом, мусором, то есть яму, в которой в свое время собирали воду. И когда стали откапывать, то нашли крест Господень. Там находилось три креста, ибо и в Евангелии говорится о том, что Господь был распят вместе с двумя разбойниками. Один был благоразумный разбойник, другой был разбойник, который хулил креста. И вот все эти три креста были сброшены в яму и засыпаны мусором. Как раз когда кресты извлекали из земли, мимо проносили покойника на погребение. В процессе было велено остановиться, и тогда поочередно к покойному стали возлагаться кресты. Когда на него возложили третий крест, крест Христовый, умерший внезапно ожил и сел. И вот тогда этот крест омыли водой, потому что он находился, конечно же, в этой яме, то есть находился в месте, куда сбрасывались различные мусорные нечистоты. И вот крест был омыт водой, и он воздвязался с священнослужителями на все четыре стороны. На восток, на запад, на юг и на север. И пелась молитва Господи помилуй. И вот этот день мы вспоминаем как день прославления креста Господня. То есть крест был явлен миру, и совершились великие чудеса. Совершилось воскрешение этим крестом мертвого человека. И люди стали поклоняться этому кресту. И, конечно же, крест Христов почитается и по сей день, не только как символ нашего спасения, но как и оружие против всех темных сил. Эта история начинается в далекие 80-е. В те годы многие жители страны решались оставить родные дома и перебраться на север. Ехали, как говорится, на заработки. В числе таких была и жительница села Русский Октаж Галина Шаркаева. Поехали, конечно, без детей сначала, потому что там детей не было вообще. Там только были вагончики, бочки. Одно единственное из зданий было, которое называлось «Горком партии». Все, больше ничего. Студенты комсомольской же отряды тогда были. Комсомольские молодежные отряды, вот они приезжали. Студенты, естественно, были все. Ну, жили они в палатках, и я все удивлялась, как же они в палатках живут. Из земли-то вечная мерзлота. Мы спали, но молодежь. Так в трудах прошло 10 лет. В 91-м году в старых бараках Оренгоя началось строительство церкви. В новый храм сразу потянулись люди, чтобы помолиться, попросить помощи и благословения. Но вдруг произошло несчастье. В бараках случился пожар. Дотла сгорела и церковь, ставшая такой любимой. Какое-то время спустя на радость верующим на живописном месте был воздвигнут новый деревянный храм, освященный в честь Серафима Саровского. Галина стала постоянной прихожанкой храма. Деревянная она, и как раз на берегу речки. И чувство такое, когда смотришь издалека, как будто корабль. Очень красивая церковь. Так прошло 25 лет. И тут семья приняла решение возвращаться в родные края. С севером Галина рассталась раз и навсегда. Но расставаться с верой она не собиралась. В родном селе пришла в храм Казанской иконы Божьей Матери, чтобы не просто быть прихожанкой, а служить церкви. Работать, конечно, очень интересно, потому что делаешь для Бога, как ты сама себя успокаиваешь, когда что-то происходит, или дома, или где-то с соседями, или вообще где-то. Приходишь и сразу, как сказать, вливаешься во все и забываешь, что где-то были какие-то неприятности. Галина заведует самой сложной частью жизни церкви – финансовой. Но это не означает, что не приходится мыть, чистить, наводить порядок и красоту в любимом храме. Всю работу выполняется радостью. Быть может, оттого и стала главным примером для подражания для двух своих дочерей и пяти внуков. Примером трудолюбия, верности, жизнерадостности и смирения. По поводу того, как должны дети обращаться к родителям, на ты или на вы, конечно же, мы взираем всегда, например, церкви. Вот в церкви Господь называет нас своими детьми. Если мы вспомним момент его распятия, то обращаясь к Иоанну Богослову, который стоял рядом с Христом, рядом с Девой Марией, его Пречистой Матерью, то Господь говорит, женщина – это твой сын, а ему говорит – это мать твоя. То есть Господь нас усыновляет всех через Иоанна Богослова, через Деву Марию, усыновляет всех, делает детьми Божьими. И, конечно же, отношение к Богу, оно определяет отношение и к родителям. Есть пятая заповедь, в которой сказано о том, что «чти отца твоего и матерь твою, и благо тебе будет, и долго будешь жить на земле». Действительно, не просто так почитание родителей выводится в отдельную заповедь, ибо родители – это те, кто дали жизнь человеку, и почитать их мы обязаны. Мы помним такие вот нехорошие примеры из Библии, как поведение хама одного из сыновей Ноя. Если мы вспомним, то после Всемирного потопа осталось-то и сыну у Ноя, и вот когда они находились уже недалеко от того места, где и Ковчег бы и стал Нагоэ Арарат, то Ной съел сквашеного винограда и опьянел. И вот он разделся и лег в палатке спать. Сын зашел и стал смеяться, хам стал смеяться над отцом. Другие же два сына, Сим и Афет, зашли пятись, чтобы не видеть наготы отца своего, и покрыли его покрывалом. И когда Ной проснулся, то он проклял хама. И действительно, вот у нас говорят хамское отношение, то есть это отношение такого вот неблагодарного, неучтивого сына к своим родителям. Это, конечно же, страшный грех. То есть он был проклят, и потомки, то есть было сказано в проклятии, что и потомки твои будут всегда служить твоим братьям. И действительно, по церковному поеданию, вот племя хамова, из которого пошла негроидная раса, они очень долго были в порабощении и действительно были рабами. Это проклятие сохранилось вот именно от поведения этого сына хама. Но говорить о том, как нужно обращаться к родителям на «ты» или на «вы», если мы посмотрим, то в церковном богослужении, в своих молитвах к Господу Богу мы обращаемся на «ты». «Господи, помоги нам», «Господи», то есть всегда обращаемся именно на «ты». Это говорит о чем? Не о том, что мы не уважаем Господа Бога, а о том, что мы настолько близки Ему, то есть мы действительно Его настоящие дети. И как любящие дети, и как любящих детей Он нас прощает и позволяет нам обращаться к Нему просто, обращаться на «ты». Конечно же, в каждой семье есть свои традиции и устои, то есть церковь в этом отношении не указывает нам, как мы должны обращаться к родителям. Но, по примеру, в богослуженной практике мы можем, конечно же, обращаться к родителям и на «ты». Если же семья считает себя интеллигентной, действительно воспитывает детей так, то ничего плохого не будет, если дети будут называть родителей на «вы». Это просто говорит о их уважении, о их воспитанности. Поэтому, то есть церковная точка зрения здесь не обозначена жестко, потому что, вот я еще раз говорю, мы к Господу обращаемся на «ты», и Господь за это нас не наказывает, но милует по своей великой любви. Также и родители, сами же, конечно, должны поделиться, как они будут воспитывать своих детей и учить их обращаться к ним на «ты» или на «вы». Это личное дело каждой семьи. Актовый зал, учебные классы, комната для занятий рукоделием, столовая. На первый взгляд, здесь все, как в обычной общеобразовательной школе. Но при более близком знакомстве понимаешь, что различия все-таки есть. На стенах православные иконы, книжные полки заставлены духовной литературой. О появлении воскресной школы долгое время мечтали православные жители села Тихоновка. Но еще год назад сельчанам было сложно даже представить, что их мечте суждено сбыться. Здесь будут готовы уже кабинеты. Сейчас ведутся ремонтные работы. То, что, думаю, и присоединятся еще некоторые люди, прихожане, которые поможут в этом, чтобы дети уже сидели в новых кабинетах, в новой трапезной с приятной душой, чтобы понимали, что сделано все с любовью для них. И будет изучение также Евангелия, Нового Завета, церковного пения. Будут также у нас проводиться собеседования, кружки, мероприятия, которые будут тоже учить детей о доброте, любви, пониманию. Здесь и прежде располагались классы школы – обычной, светской. Потом дети перебрались в более просторное здание, а бывшая школа осталась пустовать. И тогда церковным советом было принято решение переоборудовать классы для занятий православными дисциплинами. Косметические ремонты проводили исключительно на пожертвования прихожан. И уже сегодня все работы практически завершены. Составлены и списки воспитанников воскресной школы. По предварительным подсчетам уроки по хоровому пению, изучению Слова Божия и литургического предания будут посещать около 50 ребят из православных семей. Но педагоги уверяют – если желающих будет больше, возьмут всех. Большие перемены произошли и в жизни самой церкви, которая притягивает взор каждого проезжего странника и любима каждым православным жителям села Тихоновка. Деревянная церковь имени архистратига Божия Михаила построена прямо возле дороги на месте старого разрушенного храма. Было это в 1996 году при настоятеле отце Иоанне. В Кировской области из добротного леса изготовили сруб, который в разобранном виде привезли в Тихоновку. Собирали на месте своими силами. В просторном храме установлены два киота, куда положены особо чтимые иконы из старого храма – Божьей Матери Знамении и храмовая икона Архангела Михаила. Имя отца Иоанна чтят здесь и по сей день. И продолжают добрые традиции, начатые в годы его служения. Храм постоянно преображается и становится все краше. В этом году было очень много сделано. Во-первых, у нас поменялись палы, как вы видите, очень красиво стало. Произошла перестановка икон. Тоже это сказалось, скажем так, очень хорошо, потому что, прежде всего, открылись окна, света стало больше, скажем так, иллюзорно храм стал еще больше, освящение получилось довольно-таки богато. Сейчас, на мой взгляд, очень хорошо в храме. По сравнению, если в феврале сравнить, то перестанки большие произошли. Но главная перемена в жизни храма – это то, что всего несколько месяцев назад в храме стал служить новый настоятель – отец Михаил. Он родился и вырос в Казахстане, но судьбой было решено так, что он перебрался в Альметьевск и возглавил служение в Тихоновском храме. Как мы знаем, что в Центральной России тоже очень сильно развивается православная вера, молится, молитвенность, то, что именно и здесь тоже надо просвещать народ молитвой, любовью, заботой. Скоро забот в жизни батюшки Михаила станет больше. Ему же предстоит возглавить служение в будущем храме микрорайона Урсала. Пока положено только начало. На месте будущего храма установлен поклонный крест. Слава Богу уже, можно сказать, в этом году произошло освящение креста, на месте которым будет стоять храм великолепно через новомучеников, исповедников Церкви Русской. Именно этот храм посвящен тем людям, тем мученикам, которые пострадали в годы гонения, которые помучились, пострадали за веру Христову. И уже было отрадно, когда владыка Мефодий приехал освящать крест, в одружении креста было. И народ очень радовался, ликовал, что у них будет крест. Даже вот я сейчас приезжаю по территории смотреть, как бы мы ограждение территории проводим, смотрим, как будет правильно это сделаться. И подходят к нам родители с детьми и говорят, как здесь хорошо, что стоит крест, что мы сможем с детками подойти, помолиться. Дети даже уже к кресту подходят, целуют крестик. Вот тоже как бы для них это малая такая церковь, уже с нами начало. А открытие воскресной школы в Тихоновке отец Михаил называет божьим промыслом, если не чудом. Ведь большому делу предшествовало немало препятствий. Хотя бы то, что изначально ее планировалось построить в другой части церковного двора. Но строители при раскопке фундамента обнаружили здесь захоронение бывшего кладбища. К чести местных властей они отказались строить школу на костях своих от насельчан. В 2004 году на этом месте была возведена часовня, которая и сегодня, как символический страж, охраняет село. А с открытием воскресной школы станет особым местом для всех воспитанников. Часовня посвящена именно тем воскресной школе ребятам, вот именно для них она будет, для ребят, для молодежи, чтобы каждый молодой человек мог знать, что это для них часовня для молодежи. Они могут прийти помолиться, свечку поставить наедине, вознести молитву к Богу. А в завершении напомним вам, что теперь через нашу передачу вы можете задать интересующие вас вопросы или спросить совету, священную служителя. Пишите нам на адрес электронной почты или звоните по телефону, указанному на ваших экранах. Ну а сейчас настало время прощаться. Это была передача «Православный календарь». Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»